Проекта «Стена» нет, но обустройство границы с РФ еще продолжается, погранслужба. Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейника заявил, что сейчас продолжается обустройство границы с Российской Федерацией. При этом проекта «Стена» нет. Об этом Дейника заявил в интервью РБК «Украина». Проекта «Стена» нет. Такое название сохранилось в обиходе. К сожалению, в нашем обществе проект «Стена» ассоциируется лишь с негативными проявлениями, заявил Дейника. По его словам, Телкода удастся завершить обустройство границы с РФ, зависит только от Украины и того, что хочет видеть общество на границе. Надо понимать, что нет такой стены, которая бы нас надежно от нее защитила, стала своеобразным саркофагом от русских искандеров и танков. Такой стены не существует. Единственной стеной может быть готовность к самопожертвованию и мужеству наших воинов из ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и всех других сил безопасности и обороны, пояснил Дейника. Он добавил, что в его представлении «Стена» должна обеспечивать 100% контроль за линией границы. Именно такое инженерное обустройство мы и проводим. Обустраиваем противотанковый ров, контроль на следовую полосу, ракадную дорогу и завершаем это все созданием системы видеонаблюдения. То есть мы строим башни, на которые устанавливаем видеокамеры и тепловизоры, которые постоянно в формате 24-7 обеспечивают контроль за государственной границей. Это наиболее эффективная система, которая позволяет полностью исключить человеческий фактор, отметил глава КПСУ. Отметим, проект европейского вала на границе с РФ начал выполняться в 2014 году после начала российской агрессии. По состоянию на 2018 год, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что так называемая «стена» готова на 80%. Ранее РБК Украина писала, что Кабмин может продлить проект «стена» на границе с РФ до 2025 года.